Всем привет! Везде сейчас с собой ношу видеокамеру, потому что мысли, которые роятся в голове, которые хочется донести до вас, поделиться с вами, друзья, будут отнимать столько времени, что не останется ни минуты, чтобы заниматься непосредственно бизнесом. Приглашать людей на тест-драйв, работать с командой. Поэтому пришел за доченькой в детский сад, пока она одевается, думаю, выйду на улицу, запишу пару минут информации для вас. Сегодня после выхода моего ролика о том, как нам помогла корреспондент из Новосибирска, сделав анализы нашего продукта и построив на этом сюжете, казалось бы, негативный ролик, мне в скайпе стучит девушка, партнер нашей, команды, и спрашивает, Виктор, показала ваш ролик своему знакомому, и он мне ответил, ну, ты же сама видишь, никакого результата, ни положительно, ни отрицательно не влияет. Что мне ему ответить? Что ответить? Скажу. Я сказал, оставьте в покое этого человека. Не надо с ним спорить. Этот человек из категории спорщиков или умников, как я их называю, которым не важно, работает наш продукт, качественный он, и ему важно уработать вас, укатать своими вопросами, загнать вас в угол, тем самым возвысив себя. Это один из грехов наших, гордыня. Поэтому не делайте ставку на таких людей, но общаться с ними нужно. Почему? Сейчас поясню. Общаться нужно хотя бы потому, что с каждым вопросом такого умника, загнавшим вас в угол, вы совершенствуетесь. Если вы грамотно подходите к бизнесу, вот я, например, после каждого разговора с человеком, до которого не смог донести грамотную информацию, и получив от него либо отказ, и чувствуя, что отказ именно по причине того, что неграмотно довел, я анализирую этот разговор, я мысленно еще раз отвечаю на его вопрос, с которым он загнал меня в тупик, и таким образом совершенствуюсь. Поэтому, если вам попадаются такие умники, работайте с ними, но недолго. Отточите свое мастерство, получите заряд, так сказать, негатива для того, чтобы обернуть его в позитивную часть, в свою силу, потому что этим негативом, этот негатив даст вам толчок совершенствоваться, развиваться, развивать свою разговорную речь. Но ставку делать на него не стоит. Лучше подарите эту энергию тому человеку, которому действительно интересно. Такого человека видно по вопросам. Когда он задает конструктивные вопросы, интересующие его, работайте с этим человеком, и применяйте вот то мастерство, которое вы отточили на этом умнике. Я желаю вам удачи, друзья. И пусть вам попадаются конструктивные люди, которые революционно настроены мозгами и хотят улучшить свое положение в обществе. Я сейчас не про бизнес хотя бы, даже про то, чтобы экономить свои деньги. Кто ищет? Таких много. Дело времени. Удачных поисков, друзья. А с вами был я, Виктор Будников, дистрибьютор компании FFI. Субтитры создавал DimaTorzok